Известный священник назвал святочное гадание молебном сатане. 5 января Ария Новости святочное гадание, как любое гадание, это молебен сатане, так как имеют отношение к оккультизму, рассказал Ария Новости известный церковный публицист, эрмонах Маккари Маркиш. 12 святых дней святки между двумя великими церковными праздниками Рождеством Христовым и Крещением Господним Богоявлением приходится на период с 7 по 19 января, с 25 декабря по 6 января по старому стилю. На святки по славянской традиции принято гадать. В старину это было одним из главных девичьих развлечений – узнать имя Суженого, как жизнь с ним ожидает в будущем. Этот праздничный период имеет языческую да христианскую историю, как и многие другие события годового богослужебного цикла. Церковь в борьбе с это поклонством последовательно вытесняла языческое содержание из народных праздников, заменяя его христианским. Святочные гадания, как и любые другие, так или иначе имеют оккультную бесовскую природу. Это молебен сатане. Сатана – отец лжи, а это же все обман. Вот так нагадают-нагадают, а будет все не так. «А так, что потом мало не покажется», – сказал эрмонах. Он подчеркнул, что полностью знать свое будущее человек не может, но каждый должен знать Божью волю о себе самом. Церковная молитвенная жизнь – это христианская альтернатива гаданию и другим оккультным службам. Священник отметил, что еще одна рождественская традиция – калятки – относится не к суевериям, а к народному творчеству. Одно дело суеверия и предрассудки, а другое дело искусства калятки – это народное вокальное искусство. «Сейчас оно начало возрождаться». «И как это хорошо в Рождество Христова стимулировать свои способности», – сказал собеседник агентства. «Калятки» – обрядовые песни славян, которые исполнялись в святочный период во время ритуальных обходов по домам. За песни хозяин дома должен был дать колядущим угощения. Как правило, у каляток нет авторов, они народные. Сюжеты каляток посвящены жизни в деревне, хозяйственным заботам, сбору урожая. Также в них отражены биплейские мотивы рождения Иисуса Христа – поклонение волхвов.